Вы говорите сейчас о ситуации, которая произошла в Керчи, и каким образом выявите человека, у которого что-то идет не так, этого человека. Но мы, наверное, все знаем, когда мы общаемся в сообществе со своими друзьями и коллегами, мы достаточно, в общем-то, неплохо знаем. Если вдруг человек начинает меняться, внезапно меняться, или постепенно нос к нарастающим результатам, и эти изменения затрагивают, например, его поведение, не совсем адекватное поведение, этот человек может или особенно закрываться, быть закрытым, более закрытым, или наоборот, его общение становится излишней или сверхобщительным, иногда нарушающим границу этики, нормы общения, границы общения. Это признаки, которые говорят о том, что что-то идет не так, какая-то существует психологическая ситуация, которая вызывает у него внутреннее напряжение. Это вот эти легкие звоночки и признаки. Человек, чаще всего, у которого возникает проблема, близкая уже к расстройству, у него нарушается, значительно нарушается успеваемость. Это может быть и в более молодом возрасте, в школе, начиная с младших, даже класса в институте. Нарушается успеваемость, изменяется интерес к привычным событиям, его хобби может измениться интерес. Он, другими словами, становится несколько другим, и это очень хорошо заметно. Он может быть очень холодным и находиться на дистанции внутри, такой эмоциональный, а может быть, наоборот, крайне, скажем, эмпатичным, излишне слезливым человеком, восприимчивым, чувствительным. То есть, это некие границы, которые больше, чем в среднем мы видим друг у друга. Вот это признаки, которые можно заметить невооруженным взглядом. И далее есть смысл человека убедить, рассказать, поговорить с ним, и, возможно, перенаправить к психологу, который находится в данном учреждении. У психолога имеется свой арсенал инструментов, способов, которые позволят вывести уже на более глубокий уровень расстройства. Через беседу, через диалог, через тесты, через скрининговые процедуры. Это можно всегда сделать. Но самое важное быть, наверное, вы правильно говорите, если мы видим изменяющегося человека, быть не безразличным, а попробовать с ним поговорить. А вдруг ваш разговор привлечет, повлечет его и привлечет к тому, что он просто успокоится, передумает, изменит свое мнение, возможно, обратиться к специалисту. Здесь нужно не бояться быть настойчивым, потому что настойчивость в данной ситуации не... Это, наоборот, хорошее качество, которое позволит быть неравнодушным и иметь свою позицию в обществе. То есть защищать общество от вот таких случаев. Это вот, с одной стороны, личная инициатива должна быть, а с другой стороны, вот, беседовать, выяснять проблему. Сообщать родителям, сообщать родственникам, сообщать в свое время педагогам, психологам, всех, кто вокруг. И говорите, есть звоночки, работайте, пожалуйста, с ним. Ну а дальше будет зависеть от той службы, которая настроена в данном учреждении. Как они смогут среагировать. То есть психиатрия, она ожидает обращения. Мы ждем, когда к нам обратятся. Увидеть где-то там нарушение легкое. По закону человек может дальше проводить, жить, заниматься. Только если мы увидим, что если расстройство угрожает жизни окружающих людей или ему самому. Только в этом случае служба психиатрическая имеет все основания активно начинать недобровольно заниматься лечением этого человека. Продолжение следует...